В Перу-Уральске продолжают заниматься безхозяйными газовыми сетями. В прошлом году администрации совместно с газовиками было выявлено 170 километров такого газопровода. Это те газовые сети, которые когда-то кто-то, конечно, строил, чаще всего это кооперативы, но в силу разных причин они не довели документацию до логического завершения в соответствии с действующим законодательством. Поэтому де-юре эти газовые сети сейчас не имеют собственника. И, следовательно, не определено то лицо, которое обязано обеспечивать их безопасную эксплуатацию. Сегодня подключиться можно лишь к тем газопроводам, которые имеют владельца. А передача сетей в муниципальную собственность занимает около двух лет. Чтобы ускорить процесс и позволить жителям округа подключаться к газу уже сейчас, чиновники ведут совместную работу с Газексом. Сети передают компании, они занимаются их обслуживанием и, соответственно, выдают Перу-Уральцам технические условия на газификацию. Отмечу, что по истечении двухлетнего периода газопроводы перейдут на баланс города. Сейчас уже составлены графики подключения до 2019 года. Проблема бесхозных сетей решается в Шайтанке. Технические условия на газификацию уже получили жители Билимбая, Новоалексеевки, Пильный, Самстроя, Трудпоселка, а также Новоуткинска, Талицы и Первомайки. Продолжение следует...